доброго времени суток дорогие мои рукодельницы меня зовут светлана и я вас хочу пригласить на свой новый мастер-класс по вязанию вот такой замечательный мягкой пушистой детской мочалочки вот так у нас выглядит внутри вот с такими полосочками достаточно интересными по размерам ширину она у нас 15 сантиметров и длину 18 сантиметров связано крючком из полипропиленовых ниточек мастер-класс в первую очередь будет доступен моей платной группе мастер-класса светлана дениса логиновых ссылка на все группы у меня будет как всегда в описании к видео вход группу платный но платите вы только за вход то есть один раз вы оплатили стали участником группы и все последующие новые мастер-классы вы смотрите совершенно бесплатно также у меня мастер-класса можно купить отдельно какой вы хотите какой вам понравился стоимость мастер-класса вы можете увидеть в моей группе либо в одноклассниках либо в контакте ссылки все также будут в описании к видео но на этом водная часть моя закончена мы приступаем уже непосредственно к самому мастер-классу и так мы начинаем с вами вязать так для вязания нам понадобится вот такие ниточки я взяла оранжевые и красные основной крючок для вязания у нас номер 4 крючком 06 я буду убирать и привязывать наши ниточки и ножницы и так приступаем так вязание будем начиная с красной ниточки ниточка беру из середины бобины так удобней так для детских мочалок я всегда набирает цепочку из 60 воздушных петель хвостик оставляем чтобы нам можно было его привязать спрятать чтобы крепче все держалось и набираем 60 воздушных петель 1 2 3 4 так вот я набрала цепочку из 60 воздушных петель теперь делаю одну воздушную петлю на подъем и теперь пропускают эту первую петельку во вторую петельку от крючка вяжем столбик без накида итак в каждую петельку до конца ряда вяжем столбики без накида конце ряда также сделаете одну воздушную петлю на подъем и также провяжите столбиками без накида еще один ряд в общей сложности у нас будет два ряда столбиков без накида то есть сейчас один вяжем потом до конца провяжите до конца провяжите столбики без накида 1 воздушная петля и в обратную сторону также провяжите ряд столбиков без накида и потом я покажу вам что будем делать дальше так вот мы связали с вами два ряда столбиков без накида это у нас ручка далее чтобы нам ее оформить вот так мы сейчас будем сами взять уже основу начал очки то есть ручка связать теперь основа набираем 17 воздушных петель то есть вот вы связали вот так вот вы закончили ряд у вас вот так выглядит разворачиваете ее и начинаете набирать 17 воздушных петель 1 2 3 4 5 и так 17 вот вот связали 17 воздушных петель здесь вот петельку последнюю пальчиком придерживаем здесь все расправляем чтоб ровника было держим здесь все расправляем и вот в эту первую петельку вот она так никак не попаду так вот не и вяжем столбик без накида 1 вот посередке у нас вот посерединке 2 2 столбик без накида провязываем и вот видите у нас здесь как сказать узелочек я советую опускаться на ниже ниже на на одну петельку вот не не сам где узелок провязать а на одну петельку ниже для того чтобы у нас просто начало чик было крепче вот провязали и также столбик без накида также набираем 17 воздушных петель 1 2 3 так вот провязали еще 17 воздушных петель теперь здесь придерживаем все выравниваем чтобы ручку нас была ровная и теперь вот в первую петельку вот она у нас также провязываем столбик без накида посередке вот еще одна петелька в нее провязываем столбик без накида и здесь у нас вот петелька столбик без накида далее теперь в каждую петельку вяжем по кругу столбиками без накида 1 ряд так девочки хочу еще показать вот мы провязали столбиками без накида одну сторону здесь дошли вот до следующей стороны то есть до следующей части ручки и вот помните мы здесь на одну петельку ниже опускались вот я ввожу крючок в петельку и захватываю ту которая была с узелком так видно нет вот столбик без накида провязывали вот петелька я в нее ввожу крючок и тут с изнаночной стороны у нас одна петелька с узелком я в нее также ввожу крючок и вместе все провязываем ниточку вот вот этот хвостик я между вот этой ниточкой и вот этими двумя петельками вот так вот наверх поднимаю и так провязываем все дальше уже также вяжем столбики без накида таким образом и вот эта часть закрепили у нас будет крепко не распустится не развяжется не порвется так дальше до конца ряда столбика без накида так вот провязали далее смотрите вводим крючок в следующую петельку вытягиваем ниточку и оставляем на крючке следующую петельку вот смотрите провязали столбик без накида вот следующая петелька идет в нее вводим крючок вытянули нить оставляем следующую петельку вводим крючок вытягиваем нить теперь провязываем две петельки и И затем еще две. И вот такой столбик у нас получается, который как бы обнимает вот этот наш столбик без накида. Далее в эту же петельку, вот в эту же, вводим крючок, захватываем нить. Следующую петельку вводим крючок, захватываем нить. Сначала две петельки провязываем, затем еще две. Вот у нас вот такие столбики получаются. Снова, вот в эту же, вот она петелька. Вот мы только что провязали, и вот в эту же петельку вводим крючок, захватываем ниточку. В следующую петельку вводим крючок, захватываем ниточку. Провязываем сначала две петельки, затем еще две. Снова. Так, шай. Снова в эту же петельку вводим крючок, захватываем ниточку. Так. Вот ввели, захватили ниточку. В следующую петельку вводим крючок, захватываем ниточку. Провязываем две петельки, затем еще две. Видите, у нас как получается. Вот. Вот такими столбиками мы будем вязать до конца ряда. Итак, вот, девочки, мы дошли до конца ряда. Вот остался у нас последний столбик без накида. В него также вяжем такой же столбик, как провязывали ранее. И теперь, далее по кругу уже начинаем вязать наш рисунок. Для рисунка у нас будет один ряд вот таких столбиков и четыре ряда вытянутых петель. Так, то есть сейчас вы вяжете еще один ряд такими же столбиками. То есть продолжаем так же по кругу. Вяжем. Для удобства я советую, ну, как хотите, конечно, но я именно сейчас уберу эту ниточку. Я вот так вот ее пополам разделяю. И одну половинку здесь, где не завожу. И так вот. И одну половиночку вытягиваю. И просто на три узелка я сейчас ее завяжу. Все, держится уже все крепко. И теперь сейчас этот кончик куда-нибудь сюда вот спрячу. Вот таким образом. Ниточки расслаиваются. Ну, ничего страшного, мы справимся. Вот все. Ниточки я вытянула. Обрезаю. Чтобы они нам больше не мешали. И все, и до конца ряда провязываю такими столбиками, как я уже показывала. Спустилась. То есть до конца ряда вот такими же столбиками мы провязываем. Это мы начали уже с вами наш, ну, скажем так, рисунок вязать. Так, вот я довязала. Связала вот прям перед ручкой наш столбик. На данном этапе у нас выглядит вот так вот все. Теперь берем ниточку оранжевого цвета. и присоединяем ее. Я привяжу вот не в эту же петельку, а в следующую. Я и привяжу. Так, вот. Так, далее заводим ниточку. Вот крючок вводим вот в эту же петельку, где провязывали столбик. В эту же петельку вводим крючок. Захватываем нашу оранжевую. Вытягиваем. Красную немножко подтягиваем. Теперь смотрите. Пальчиком вот так вот формируем вытянутую петлю. Вот таким образом. Еще раз показываю. Взяли. Пальчиком указательно. И перекладываем. И теперь вводим крючок в следующую петельку. Красная ниточка у меня пока еще в вязании. Захватываем петельку. Две петельки провязали. И еще две. Это я снимаю. Красную ниточку я завожу назад. В эту же петельку снова ввожу крючок. И формирую вытянутую петлю. Вот таким образом. Ввожу крючок в следующую петельку. Вытягиваю нить. Две петельки вместе. И еще две петельки вместе. Провязали. Вот в эту же петельку. Ввожу крючок. Вытягиваю нить. Пальчик можно опустить. Снова формируем вот таким образом. Вытянутую петлю. В следующую петельку вводим крючок. Захватываем ниточку. Провязываем первые две петельки. И еще две. Снова пальчик в сторону. В эту же петельку вводим крючок. Снова формируем вытянутую петлю. Вот таким образом. В следующую петельку вводим крючок. Захватываем ниточку. Провязываем две петельки. И еще две. В эту же петельку вводим крючок. Формируем вытянутую петлю. Следующий. Видите, где ниточка находится? Вот петелька. Ввели крючок. Захватили ниточку. Провязали две петельки. И еще две. И вот так. Таким образом по кругу нам нужно будет довязать до начала нашего ряда. Вот эту оранжевую ниточку можете спрятать сейчас. Можете потом. Смотрите сами. Ну а сейчас вы до конца ряда вот эту красную провяжете. И мы с вами встретимся. Так, вот я провязала до конца ряда. Провязала последний наш красный столбик. Так, все. Теперь смотрите, что мы будем делать. В этом ряду я вам покажу, как поднять красную нить наверх. Вводим в эту же петельку ввели крючок. Формируем вытянутую петлю. Вводим крючок. Сзади смотрим, чтобы красная нить оказалась на крючке сверху. Видите, вот оранжевая и вот красная. Захватываем нить, вытягиваем только оранжевую. Красная остается сзади. Провязали две петельки. Еще две. Так, это вот так вот аккуратно в сторону. Красную нить также заводим назад. и все. И здесь уже вытягиваем петельку. И наша ниточка красная на один ряд поднялась выше. Все. Дальше еще три ряда таким же цветом оранжевым. Ну, или может у вас другой. Ну, у меня оранжевый, поэтому буду говорить оранжевым. Оранжевым цветом провязываем еще три ряда. Также в конце, ну, или в начале ряда, вот тут вот, так же, как я сейчас показал, поднимите красную ниточку. Будете поднимать в каждом, в каждом ряду. Так, все остальное, все понятно. три ряда провязывайте сами. Не забывайте поднимать красную ниточку наверх. Ну, и просто как мы провяжите еще три ряда, мы с вами встретимся. Так вот, мы довязали ряд. Сейчас я эту петельку опускаю. Ввожу крючок в эту же петлю. Вот. И теперь смотрите. Оранжевый прикладываю вот сюда. сверху на крючок захватываю красную ниточку. Следующую петельку ввожу крючок, захватываю нить и провязываем столбик. Оранжевую ниточку отводим назад. В эту же петельку вводим крючок, в следующую петельку крючок вытягиваем нить. И так пошли дальше вязать столбики, которые мы вязали здесь снизу. И теперь так по кругу до конца. Вяжем уже без вытянутых петель. Один ряд вот таких столбиков. Так вот, я провязала ряд до конца. Вот так у нас это выглядит. теперь вот здесь вот мы довязали последнее над оранжевым столбиком красный связали. И теперь, как обычно, вводим крючок в петельку. Но теперь мы захватываем оранжевую красную сверху крючок. Чтобы нам ее ввязать в вязание. Захватываем оранжевую, вытягиваем ее. Формируем вытянутую петлю. В следующую петельку вводим крючок. Две петельки провязываем, еще две. Красную ниточку отводим назад. Все. И вот таким образом извините, вяжем четыре ряда вот таких вытянутых петель. Далее еще один от четыре ряда вытянутых петель. Ряд красным цветом без вытянутых петель вяжем. Потом у нас получается будет чередоваться. Сейчас вам скажу сколько. Всего четыре ряда с вытянутыми петлями четыре рапорта. Ну да, так назовем. По четыре ряда вот таких вытянутых петель должно у вас получиться четыре рапорта. Надеюсь, это понятно. Сейчас вяжем снова четыре ряда вытянутых петель. Затем меняем цвет на красную нить. Вяжем ряд столбиков без вытянутых петель. Снова еще четыре ряда вытянутыми петлями. И также ряд без вытянутых петель красным цветом. Надеюсь, это все вам понятно. Встретимся, когда свяжете все четыре рапорта. То есть четыре таких дорожки. Раз. Сейчас вяжем вторую, третью и четвертую. Так вот, девочки, я связала четыре дорожки по четыре ряда. Вот так она у нас выглядит сейчас. Вот так она выглядит внутри. Закончила ряд красным цветом столбики без вытянутых петель. Оранжевую ниточку я обрезала. Ее нужно будет потом завязать, спрятать, как я уже показывала. И сейчас мы вяжем еще один ряд таких же столбиков красным цветом, как и в начале мочалки. То есть один ряд уже красным цветом есть, еще один таких же столбиков связать, как и вязали ранее. Без вытянутых петель. Так вот я провязала второй ряд столбиков без вытянутых петель. Теперь провязали ряд. Теперь смотрите, в эту же петлю вставляем крючок и провязываем столбик без накида. В следующую петельку вставляем крючок провязываем столбик без накида. Следующую петельку и также провязываем столбик без накида. И так по кругу до конца ряда. Вяжем столбики без накида. Так вот довязала я ряд столбиков без накида. И теперь смотрим здесь расправляемся, чтобы вот так вот ровненько у нас было. И вот так вот таким же вот так вот все чтобы ровно было попало. Все. И набираем воздушную цепочку из 60 воздушных петель. мы вяжем нашу вторую ручку. Так вот я набрала 60 воздушных петель. Так теперь здесь вот все ровненько держим. И смотрим вот у нас здесь посерединке одна петелька и вот сюда вправо уходим на одну петельку. Вот посередке петелька и вот следующая петелька. Вводим крючок захватываем ниточку и вяжем соединительную петельку. То есть протягиваем ниточку сразу через петельку. Все. Одна воздушная и в следующую петельку вот в следующую петельку вводим крючок и провязываем соединительную. Одна воздушная разворачиваем наше вязание и теперь вот цепочку из воздушных петель вяжем в каждую петельку по одному столбику без накида и так до конца ряда так вот я довязала до конца ряда здесь так как петелька занята в следующую свободную петельку вводим крючок и провязываем в соединительную петельку 1 воздушная следующую петельку также провязываем в соединительную 1 воздушная разворачиваем наше вязание и также в каждую петельку провязываем столбик без накида также до конца ряда так вот довязала до конца вот следующую петельку вот это занято и вот следующая свободную петельку ввожу крючок провязываем соединительную петельку воздушная ниточку вытягиваем и обрезаем затягиваем ее нужно сейчас спрятать вот все ниточки я убрала спрятала вот такая у нас начало с вами получилось мягкая пушистая и еще хочу добавок сказать девочки что вот это допустим красная ниточка это глянце она пожестче нежели вот это оранжевая матовая то есть они даже на ощупь ощущается вот это допустим вот вы трогаете кончик она мягенькая а это уже пожестче поэтому если будете вязать своим ребятишкам обращайте на это внимание хотите либо вы помягче либо пожестче мочалочки но на этом наш мастер-класс с вами закончен всего доброго до новых встреч пишите комментарии пишите свои вопросы на все отвечу на это все всего доброго и до новых встреч